Сегодня каждый, у кого есть смартфон с видеокамерой, может претендовать на звание оператора, или, как сейчас модно говорить, видеографа. По логике вещей, кто-то может предположить, что наличие кинокамеры сразу же сделает из вас кинооператора. Но это не так, ведь тут скорее важнее не на что ты снимаешь, а как. Отличие кинооператора от телевизиона, в первую очередь, скорее всего, заключается в подходе к съёмкам. Телевизионный оператор – это оператор, можно сказать, документального кино. Он вынужден принимать решение здесь и сейчас. Оператор кино, конечно же, принимает решение, сначала хорошо подумав, обдумав идею, выбирая какие-то интересные инструменты для реализации поставленной инфе. Наверное, это главное отличие. Ну, плюс, нужно забывать, что объём работы у них совершенно разный. На одну, казалось бы, простую сцену может уйти огромное количество времени обдумывания того, как же именно её подать, чтобы подчеркнуть все необходимые нюансы. Неделя может уйти только лишь на одни обсуждения, а уж сам процесс потом превращается в чистейшее искусство и вот ту самую магию кино. Красивый свет. Дым творит чудеса. И именно эти чудеса мы как раз пытаемся воплотить в моём короткометражном фильме «Солдат», который на самом деле описывает не историческую военную картину, как может показаться на первый взгляд, а нечто более философское, то, что может разглядеть лишь по-настоящему прозорливый ум. Быть кинооператором, в первую очередь, это всегда оставаться на острие, на острие своих чувств, чтобы ты воспринимал действительность очень чутко, для того, чтобы потом эти чувства как-то ты мог преобразовать в образы, которые потом будешь использовать в кино. Наверное, быть кинооператором нелегко, но, я думаю, очень интересно. Самое сложное в этой профессии, конечно же, взаимоотношения на площадке, взаимоотношения с режиссёром, сценаристом, с актёрами. Это всегда нелегко, потому что все люди разные, нужно найти общий язык. Но это ещё накладывается на очень сложный график. Съёмки могут идти несколько дней подряд, практически без сна, без отдыха. Это тяжело. Но, с другой стороны, мы сами выбрать свою профессию, поэтому морально мы к этому готовы. Готовы и на любые жертвы ради искусства. Максим Полоднюк, Андрей Авдеев. Утро губернии.